Уроки по изучению Библии Каждую дискуссию Иисус сводил к самой важной проблеме всех времен, Он основополагающему вопросу в жизни любого человека – какой авторитет считать наивысшим, кому должны подчиняться люди, какую власть мы предпочитаем – человеческую или Божью? Именно эти вопросы находятся в центре вообще всех религиозных дискуссий. Именно эти вопросы возникают в любых разговорах о Боге, Христе, Библии или жизни после смерти. Иисус только что очистил храм во второй раз. Он выгнал, менял, открыл клетки с голубями и быками и объявил, что дом его отца будет домом молитвы, а не логовом разбойников. Марк записывает, какую это вызвало реакцию. Пришли опять в Иерусалим, и, когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему, какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это? Это стихи 27 и 28. В их голосах без труда можно уловить резкие и суровые нотки. Разгоревшийся огонь было уже не потушить. Шутки в сторону. Все обнажено до предела. Они это знали, и Христос тоже это знал. И поэтому они подошли к нему с последним вопросом. Кто тебе дал власть делать это? Этот вопрос стоит за всяким человеческим поведением вообще. Если добраться до самой сути любого вопроса, отбросив все поверхностное и несущественное, окажется, что это вопрос авторитета или власти. Почему человек поступает так, а не иначе? Как он оправдывает то, что он говорит и делает? Никто сам для себя не является авторитетом. Мы все ссылаемся на кого-то другого, на то, что движет нами, что определяет наши решения и наши действия. Вопрос авторитета или власти связан с тем, что является самым главным и основополагающим для поведения людей. Люди, которые подошли к Иисусу с таким вопросом, были не из простых. Это была представительная группа, состоявшая из первосвященника Каяфы, его тестя Анны, учителей закона и старейшин, которые были официально назначены служить в Синедрионе, органе правления страны. По сути, к Иисусу с этим вопросом подошли иудейские государственные руководители. Они надеялись, что поставят Христа перед необходимостью выбора. Если Он скажет, что действует своей собственной властью, то не схватят Его как ненормального, с манией величия, пока Он не причинил какого-нибудь другого вреда. И если же Он скажет, что действует Божьей властью, они схватят Его по обвинению в явном богохульстве, на основании того, что Бог никогда и никому не даст власть создавать беспорядки во дворах Его собственного храма. Иисус отчетливо видел, в какое безвыходное положение они пытаются Его поставить. Однако Своим ответом Он поставил их перед еще более трудной альтернативой. «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне» стихи 29 и 30. Заметьте, как Он упростил вопрос, оставив только Его суть. Вся власть либо от Бога, либо от человека. Другой власти не существует. Из их ответа становится ясно, что они поняли, что Иисус поставил их перед выбором. В стихах с 31 по 34 говорится, «Они же рассуждали между собою. Если скажем с небес, то Он скажет, почему же вы не поверили Ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу, «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ, «И я не скажу вам, какую властью это делаю». Эти люди поняли, что попадут в ловушку независимо от того, как ответят. Если они скажут «Иоанново крещение от Бога», то Господь ответит им, «Почему же вы тогда не приняли Его?» Если скажут «Оно от людей», то окружавшей их толпе это не понравится, и может начаться бунт. Не решившись ни на тот, ни на другой ответ, они сказали, «Мы не знаем». Ответом Иисуса было, «Ну что ж, тогда и я вам не скажу». Но на этом их разговор не окончился. Иисус продолжил Его, обнажив их полную бессовестность. Своим ответом они показали, что им было все равно, от Бога Иоанново крещение или нет. Это их не интересовало. Они не желали отвечать на этот вопрос. Они преследовали только свои собственные интересы. Чтобы этот факт стал очевидным для всех, Господь рассказал историю, в которой предсказал полный крах всей иудейской системы поклонения с ее руководителями. В Евангелии от Марка, 12 главе, первом стихе читаем, «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точила, и построил башню, и отдал его виноградарям, и отлучился». Книжники, фарисеи и первосвященники должны были сразу же узнать эту историю. Иисус почти слово в слово процитировал строки из главы пятой книги пророка Исаии, где виноградник олицетворяет собой иудейский народ. В целях защиты своего виноградника Бог выкопал ров и построил сторожевую башню, а затем пришел за плодами. Наверняка иудейские руководители сразу же поняли, что это притча о них. Христос продолжал «И послал в свое время к виноградарям слугу, принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схвативши его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схвативши его, убили и выбросили вон из виноградника. Только представьте себе смелость и дерзновение Господа, бросившего им прямо в лицо эту притчу, смысл которой, хотя и завуалированный, был все же абсолютно ясен. Иисус показал им, кто они такие и что они делают. Этой притчей Он косвенно ответил на их вопрос, какой властью Он это делает. Он сказал, «Своей властью. Я владелец виноградника. Я его законный наследник. Я тот любимый сын, которого послал Отец. Вы убивали пророков, забрасывали камнями и избивали тех, кто приходил от Бога. И вот теперь перед вами Божий Сын». Он сказал этим людям, что они сделают. Они и забьют его, убьют, а затем выбросят из виноградника. Иисус не питал иллюзии относительно того, что его ожидает. Затем Он предсказал то, чем все закончится. Он сказал, что окончательный ответ останется за Богом. В стихе 9 Он спрашивает, «Что же сделает хозяин виноградника? Придет и придаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим». Ни один из тех книжников и фарисеев, которые слышали эту притчу, не мог не уловить сути сказанного. Последняя глава в этой истории будет написана Богом. Бог отвергнет иудеев и отдаст их привилегии язычникам. В стихах с 10 по 12 Иисус продолжает задавать вопросы. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделается главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставивши его, отошли. Они действовали на основании ложного религиозного авторитета, которым оправдывали диктат и узурпирование власти, никогда им не принадлежавшей. Иисус сделал эту истину кристально ясной. Но это еще не конец, сказал Он. Когда человеческий авторитет действует подобным образом, помните, что Бог долго так не оставит этого. То, что Он сказал, фактически и произошло. В день воскресения тот, кого строители отвергли, стал основанием всего здания. В образе воскресшего Господа Он встал перед Своими учениками и сказал «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Сорок лет спустя римское войско окружило Иерусалим и захватило его. Первосвященников, книжников и старейшин заковали в цепи и увели. Они ушли и растворились среди других народов. Этот урок для всех нас. Суть его в том, что власть человека всегда ограничена и не может быть приравнена к Божьему руководству и Божьей власти в делах людей. Лжерелигии в конце концов будут полностью уничтожены. Второй спор, в котором пришлось участвовать Иисусу, возник вокруг другой формы человеческой власти, власти государства. В Евангелии от Марка в 12 главе стихах 13 и 14 читаем «И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же пришедшие говорят ему «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божью учишь, позволительно ли давать подать кесарю или нет, давать ли нам или не давать». Вторая группа людей состояла из двух партий, которые жутко ненавидели друг друга – фарисеев и иродиан или сторонников царя Ирода. Они были политическими врагами, которые объединились только потому, что Христос представлял общую угрозу их своекорыстным интересам. Их подход был очень тонким. Они начали слезти. «Учитель, мы знаем твою справедливость. Ты не поддаешься влиянию людей, потому что ты не обращаешь внимания на их положение. Ты учишь пути Божьему в соответствии с истиной». Их вопрос Иисусу был хорошо продуман. Правильно ли платить налоги кесарю? Должны ли мы ему платить или нет? По-видимому, они думали, что загнали Христа в угол. Если он скажет, что платить подать кесарю нужно, тогда он навсегда утратит свое влияние среди простых людей, которые сочтут его предателем и трусом. Если он скажет, что платить подать кесарю не нужно, тогда они донесут на него римлянам и схватят его как мятежника. Наверное, они были уверены, что Иисус попался в ловушку, из которой ему не выбраться. Но дальше в Писании сказано, «Но он, зная их лицемерие, сказал им, что искушаете меня, принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им, чье это изображение и надпись. Они сказали ему, «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ, «Отдавайте кесарева кесарю, а Божье Богу». И дивились ему. На монете был изображен кесарь, и поэтому она принадлежала кесарю. Человек был создан по образу Божьему, и поэтому он принадлежит Богу. Библия учит, что гражданское правительство дается Богом. Павел писал в послании к римлянам 13 главе 1 стихе, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Петр в первом послании Петра 2 главе 13 и 14 стихах добавляет, «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Христиане должны подчиняться гражданским правителям, независимо от того, хорошие они или плохие. Царь, которого Петр имел в виду, был никто иной, как Нерон, безнравственный и деградировавший человек. Но все же Петр приказывал подчиняться этому царю. Однако, при том, что гражданское правительство истинно дается Богом, оно, и это также истинно, имеет лишь ограниченную власть над людьми. Оно обладает определенной властью над нашим телом и поведением, но существует та область, над которой гражданские правители не властны. Это человеческий дух. Государство не может в законном порядке установить, кому нам поклоняться, кому руководить нашей совестью и кому быть верховной властью в нашей жизни. Мы должны отдавать кесарю кесарева, а Богу Божия. Некоторые вещи по праву принадлежат кесарю, но основные вопросы жизни принадлежат только Богу. В-третьих, Христу пришлось столкнуться еще с одним авторитетом, который мы называем рационализмом или человеческой способностью рассуждать, с авторитетностью человеческого разумения. Это в большой степени касается и нас сегодня. С 18 по 23 стихи нашей главы мы читаем. Потом пришли к Иисусу саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря, «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. И так в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою. Это единственное появление саддукеев в Евангелии от Марка. То, с чем они пришли к Иисусу, весьма для них характерно. Партия саддукеев не была многочисленной. Это была партия аристократов и богачей. В нее входило большинство священников. Пост первосвященника всегда занимал саддукей. Мы могли бы назвать саддукеев модернистами древнего иудаизма. Их можно назвать также рационалистами. Марк отмечает, что саддукеи отрицали воскресение. Об этом написано в Деяниях 23 главе 8 стихе. Саддукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Итак, саддукеи пришли ко Христу с этим глупым вопросом о женщине, пережившей своих семерых мужей, которые приходились друг к другу братьями. Каждый из них брал ее в жены в соответствии с Ливиратом, иудейским законом о браке, который повелевал, что в случае смерти мужчины, не оставившего после себя детей, его брат должен жениться на его вдове. Саддукеи задали Иисусу неуместный и непочтительный вопрос. При воскресении, которое, по твоим словам, когда-нибудь произойдет, чьей женой она будет? Презрение и насмешка, стоящие за этим вопросом, не вызывают сомнений. Обратите внимание, как ответил Иисус. Мы читаем его ответ с 24 по 27 стихи. Иисус сказал им в ответ, «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания и ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книгах Моисея, как Бог при Купине сказал ему, «Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Якова? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Иисус начал и закончил свой ответ с четкого указания на их заблуждение. Вы ошибаетесь, вы глубоко заблуждаетесь. Признаюсь, мне нравится прямота Иисуса. Иисус не стал хвалить этих людей, как мы порой делаем, за их важный вопрос с глубоким религиозным смыслом. Они ошибались, они глубоко заблуждались. И Иисус сказал им об этом, а затем указал на причину их ошибки. Они заблуждались потому, что не знали двух великих истин. Они не знали Писания, и им была неведома Божья сила. Незнание Писания было непосредственной причиной их заблуждения относительно воскресения, но главным образом они ошибались потому, что не познали силу Божью. Большинство ошибок в сегодняшней церкви, особенно тех, которые приводят к ненужным спорам, почти всегда вызваны незнанием Писания или неуважением к Нему. Чрезвычайно важно то, что в своей полемике и с фарисеями и с аддукеями Христос считал Писание главным судьей спора и верховным апелляционным судом. Когда они приходили к Нему с каким-либо вопросом, Он обычно отвечал им встречным вопросом, который отсылал их к Писанию. Так, когда молодой богатый правитель спросил о вечной жизни, Иисус ответил ему, а что написано в законе. Когда фарисеи спросили Его о взглядах на развод, Он спросил, что заповедал вам Моисей. То же самое Он сказал и с аддукеем стих 26. Разве не читали вы в книге Моисея? Саддукея утверждали, что в первых пяти книгах Моисея, той единственной части Ветхого Завета, которую они признавали, ничего не сказано о бессмертии или воскресении. Но именно из этих книг Моисея Иисус взял свое доказательство. В книге Исход 3 главе 6 стихе Бог называет себя Богом Авраама, Исаака и Иакова, трех патриархов, которые жили и умерли много лет тому назад. Но Бог говорит, употребляя настоящее время, Я есть Бог Авраама, Исаака и Иакова. Аргументация Иисуса такова, если Бог и поныне является Богом патриархов, то это означает, что они по-прежнему живы, так как живой Бог должен быть Богом живых, а не мертвых. А если патриархи живы, тогда воскресение доказано. Это также доказывало, что саддукеи прежде всего не знали Писания. Но более важной причиной их ошибки было незнание Божьей силы. Они, по-видимому, думали, что самого их вопроса о Леверате будет достаточно, чтобы дискредитировать понятие воскресения. По их мнению, проблемы, которые могут появиться в жизни после воскресения, делали загробную жизнь немыслимой. Они надеялись, что с помощью своей истории о вдове и ее семерых мужьях им удастся выставить это учение на посмешище. Мы почти слышим их сдавленный смех. Но все их доказательство строилось на одном ошибочном допущении. Если есть загробная жизнь, то она должна быть такой же, как и земная. Кажется, саддукеям и в голову не приходило, что Бог может создать совершенно других живых существ, новую и совершенно иную жизнь, в которой не будет земных проблем. Иисус сказал, ибо, когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. Иными словами, в загробной жизни будут новые существа, у которых будет новая жизнь и новые условия. Люди будут подобны ангелам, смертные будут бессмертными, как сказал Павел, они воскреснут нетленными, он об этом сказал в 15-й главе первого послания к Коринфянам. Когда наступит воскресение и умершие восстанут, старые законы плотской жизни уже не будут действовать, никто не будет ни жениться, ни выходить замуж. О той будущей жизни просто нельзя думать категориями земной жизни. Вся эта новая жизнь в новых условиях, в новое время станет возможной благодаря Божьей силе, той силе, которой саддукеи не знали. У саддукеев было много последователей, таких же умных и таких же глупых. Современный саддукей — это приверженец научного материализма, для которого реальность определяется тем, что можно охватить пятью чувствами. Все, что нельзя потрогать, понюхать, увидеть, услышать и попробовать на вкус, для него не существует. Ошибка отвергающих писания состоит в том, что они запирают себя в узкое жизненное пространство, ограниченное только тем, что можно увидеть, почувствовать, взвесить, измерить и проверить своими собственными чувствами. В таком случае сам человек становится границей жизни. Чем бы вы ни занимались бизнесом, наукой, религией, политикой, семьей, каждую вашу неудачу можно объяснить одной из этих двух ошибок. Вы не знаете либо того, что живой Бог может сделать, либо того, что живой Бог знает. Это роковая слабость того, что мы называем научным подходом. Истинное христианство – это сверхъестественное христианство. Это неручная и безобидная мораль, состоящая из нескольких нравственных принципов, приправленных щепоткой религии. Это религия воскресения, жизнь, опирающаяся на Божью силу, ту силу, которая воскресила Христа из мертвых и которая однажды воскресит нас. В послании к римлянам 8 главе 11 стихе Павел говорит, «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». В Ефесианам 3.20 он повторяет эту же мысль, «Тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Сила. Разве это не то, в чем мы с вами нуждаемся? Нам нужна сила, чтобы преодолеть искушение, чтобы справиться с жизненными трудностями, чтобы идти вперед, когда земля уходит из-под ног, чтобы стать такими, какими Бог хотел нас видеть, сотворяя нас. Такая сила обещана тем, кто будет доверять Богу, верить Ему на слово, повиноваться благовестию Его Сына и стремиться жить так, как Он велит. Это ошеломляет, но это так. Все слайды с уроками можно найти на приложении «Капли Сота». Там добавляются регулярно новые уроки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова